Обновление футбольной команды – процесс всегда крайне болезненный и рискованный, ведь трудно предугадать результат селекции. Сможет ли новый игрок как минимум заменить старого, а еще лучше – сыграть на новом для команды уровне. Во Владимирском Торпедо процесс обновления, омоложения команды прошел на удивление незаметно. Новые футболисты органично влились в основной состав клуба. И несмотря на очень скромный бюджет – 36 миллионов рублей – цели и задачи, которые стоят сегодня перед ФК «Торпедо-Владимир», как и прежде – победа в каждой игре. Мы омолаживаемся, мы уходим в молодежь. Это не только местная молодежь, ну или так скажем, не только приезжая молодежь, это и местные. Другое дело, что только местными или только приезжими мы не собираемся. Да, мы решили это делать, в общем-то, так достаточно разумно. Здесь лучшие молодые воспитанники Владимирского футбола, да, ну и, соответственно, те ребята, которые нам интересны с других городов, но тоже молодые. Вот этот посыл, вот это направление «Молодежь», да, мы его пытаемся выдержать. Дмитрий Везмикин – это имя, человек-легенда, безусловно, лидер и яркий пример для футболистов «Торпедо-Владимир». Напомним, с этого сезона именно он – главный тренер черно-белых. Я бы выделил в селекции нашего главного тренера, да, то есть вот это самое значимое, так скажем, изменение. Потому что остальное, в общем-то, это все покажет и результат, и само качество игры, да. Да, у нас есть мальчишки, которые новенькие, да, есть молодые местные, которые могут заинтересовать зрителей своей игрой. Вот, но главный тренер, да, это уникальный человек, легенда, поэтому как у него получится, как служится, мы все переживаем и поддерживаем его в этом плане. ФК «Торпедо-Владимир», по словам Александра Акимова, обновился процентов на 50. Есть в составе команды и совсем юные футболисты, например, 14-летний Виталий Петипалов, воспитанник городской спортивной школы Олимпийского резерва. Пока он стал третьим вратарем «Торпедо», которого уже внесли в заявку. Среди новобранцев есть и опытные футболисты, и поигравшие, как говорится, много и везде. Александр Мясников до недавних пор играл на позиции крайнего защитника в Костромском «Спартаке». С черно-белыми приходилось сталкиваться и не раз, и всегда это была битва на поле. Для меня, честно, была одна из самых противных команд «Торпедо-Владимир» в плане игры. Очень злые всегда были игроки, очень много было борьбы, очень всегда у нас много эмоций на поле было, и удаление, и в основном всегда решал один мяч. Поэтому, упорная игра, но чем-то мне эта команда близка именно по духу. Команда очень мне нравится, как начиная от тренерского штаба, тренировок, коллектива, то есть вливание, ну, прошло очень так. Легко я скажу. Дмитрий Чернухин – новый полузащитник «Владимирского торпедо». Перед тем, как оказаться в стане черно-белых, играл за великие луки. И с «Владимирскими торпедовцами» ему тоже приходилось сражаться на футбольном поле много раз. «Торпедо» – это команда такая атакующая была, всегда старалась первым номером действовать, больше в атаку играла, короткий пас. Тяжело противостоять, всегда была такая сыгранная команда, поэтому, ну, всегда было сложно играть. Воспоминания в основном такие. Тут много новичков у нас ввелись, в принципе, все хорошо, все со всеми общаются, работаем, скажем, хорошая рабочая атмосфера, готовимся к играм, играем. Стараемся прибавлять в катилище в сезон, игры раз в неделю, то есть в спокойном недельном цикле работаем, готовимся, я думаю, готовы мы все хорошо. Уже в ближайшие выходные черно-белым предстоит сразиться с очень крепкой и неуступчивой командой из Мурома. Игра пройдет на стадионе «Торпеда» 26 августа, и, что немаловажно, вход на этот матч будет совершенно бесплатным. Борис Пучков, Стас Трегумов, «Губерния-33».